Небесная канцелярия знала, в какой день подарить вольчанам хорошую погоду. 1 июля, когда в этом небольшом, но уютном городке проходил второй фестиваль ухи на Волге. Развернулся он сразу на нескольких площадках, и каждый гость смог найти то, что ему по нраву. Объединяла все эти площадки она самая, наваристая уха. А всё почему? Да потому что в Вольске все рыбаки, даже дети. Привет, тебя как зовут? Отсений. Ты тут так здорово отплясываешь, тебе нравится праздник? Да. А ты сам рыбак или как? Я не знаю. Ну да, с папой. Размером какую рыбу покажи-ка. АПЛОДИСМЕНТЫ Уху варят по всей стране и у жителей каждого региона свои рецепты. Однако, по мнению местных рыбаков, именно уха из волжской рыбы самая вкусная. Уха – одна из самых вкусных загадок русской кухни. Она произвела впечатление даже на такого гурмана, как автор трёх мошкетёров Александр Дюма. Во всяком случае, об этом рассказывают наши краеведы. Каждый волжанин знает, уха должна быть живой, из рыбы, которую поймал сам. Для этого нужно потрудиться. Поэтому уха не только один из брендов нашей национальной кухни, но и символ труда людей и щедрости природы. Около 40 команд-участниц и у каждой свой секрет приготовления ухи. Эти самые секреты мы и попытались выяснить. Расскажите, пожалуйста, что за ухо у вас сегодня? Какие виды рыб не присутствуют? Виды рыб? Присутствует у нас окунь. Сначала закидывается, потом закидывается толстолобик. Всё отваривается, вынимается. Закидываем картошку с морковкой, всё вместе с луком. Добавляем чуть-чуть сольки для начала. И в конце ещё потом добавляем пшёнки и ещё толстолобик свежего ложим в мясо чистое, без костей. Кто-то 100 грамм для вкуса добавляет, а вы как добавляете, нет? Ну, это на вкус и цвет, если. Ну, так можно, но, опять же, может, человек, когда не выпивает он, нельзя ему это будет. А так, ну, не знаю, мы не добавляем. Смотря в каких ситуациях. Если мы на рыбалке, то мы добавляем. А если здесь, то нету. Вы первый раз участвуете в этом фестивале? Первый раз. Что за команда? Команда «Стройуха». А вы за конкурентами ходили наблюдать? Да нет, зачем нам. Нам, у нас нет конкурентов против наших. Мы за Волгой живём, мы здесь родились. Нам всё равно. Мы каждый день её почти варим. Ездим за Волгой, отдыхаем. Старинный, наверное, старинный рецепт. Рецепт на этом написан свитке. Рецепт уха фестивальная. В ней есть рыбка и картошка, чесночок, лавровый лист, лук, морковочки немножко, перец, молотый душист, зелень, корешок петрушки, горсть укропчика мелка, не оттянешься за ушки, ведь отвар зовут уха. Вот наш фирменный рецепт. Это какой-то старинный вольский рецепт или вы лично его придумали своей командой? Мы командой своей придумали лично этот рецепт ухи, чтобы угостить наших гостей в фестивале ухи. Поэтому, пожалуйста, просто просим пробовать. Участвуем уже второй раз в этом мероприятии. В общем-то, рады и довольны этому. То есть мы вольчане, и уже это у нас как бы традиция. Вот вы говорите, второй раз участвуете. Вы варите другой уху в этот раз или то же самое? Варим уху по другому рецепту. Первый раз была у нас уха многокомпонентная, вот, а теперь у нас уха из толстолобика. Сюда рыба, лук, морковь, картошка и особые специи сделаны. Но это полностью не завершено. Там разнообразные. Там перец, душистый, потом молотый черный. И специально для уха приготовляем лёг, называется. Там тоже особенности разной переправы. И туда добавляем чеснок, бульон. И вот это спец. Получается люкс, супер. В больнице тоже есть какой-то секрет ухи своей? Конечно. Главное, хорошее настроение. Вроде на первый взгляд, ингредиенты для приготовления фестивального блюда у всех команд примерно одинаковые. Но вкус получается разный. Это сама администрация даже решила поучаствовать. Расскажите, пожалуйста, в чём секрет вашей ухи? Ну, я даже не могу сказать, в чём секрет вашей ухи. Волжская рыба именно из Красноармейского района. У нас и стерлядка, и судаки. Всё наше. Наш секрет не расскажет. Секрет сам не расскажу, да. А так всё наше местное. Даже вода наша. С нашего района. То есть мы ничего чужого не приедем. Понятно. Ну, всё-таки, может быть, расскажешь, какие там ингредиенты, кроме... Потому что кто что добавляет? Кто перловку какую-то, кто пшёнку. Нет. Перловки, пшёнки нет. Картошка. Ну, есть секреты, но не скажем. Фовар не велел. В блюде мы использовали три вида рыбы. Это голова толстолобика, сом и, конечно, наш местный окунь. Сначала, конечно, отваривали головы, хвосты всех рыб. Потом порционную, когда уже потом всё готово будет. Сейчас, конечно, ещё только всё в процессе. Вот. Ну. Вы в больнице такую уху тоже подаёте пациентам? Ну, к сожалению, больным уху нельзя. У них диета, да. А почему вы залезли в Толоковский район, отдуваетесь? Потому что мы лучше всех. Да правильно. Какой секрет в вас и ухи? Секрет? Душа. Водка. Душа, 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 душа. Душа, естественно, душа. Русская водка, русская душа. Пока команды из нескольких районов области соревновались в мастерстве приготовления ухи, гости фестиваля исследовали площадки. Здесь вам и танцы, и флеш-мобы, и песни в рыбной слободе, и мастер-классы, и костюмированные шествия, и многое-многое другое. Ну, а на набережной в это время прошла дегустация ухи, и все оценили вкус этого блюда. И рыба сегодня, наверное, поймали. Мы не простаки, кушать в Хевольской знатоки. Молодцы, спасибо. Ну, угощайте у вас. Такое изобилие. Душа, давай. Знакомые все, лисы. Фестиваль ухи в Вольске – это не только настоящий праздник живота. В этот день в городе царило отличное настроение, положительные эмоции. По приблизительным подсчетам на фестивале побывали 40 тысяч человек. Это практически все население самого Вольска. Среди гостей на этот раз были не только жители Саратовской области, но и самарцы, ульяновцы, сызранцы. А это значит, что фестиваль ухи выходит на межрегиональный уровень. И в следующем году праздник обещает стать еще более грандиозным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова